И снова здравствуйте, сегодня в выпуске сложная популяционная история и модели примесей в роду людей, неандертальцы, денисовцы, эректусы и другие. Примесь является доминирующей в формировании модели генетической изменчивости, а сравнение последовательности геномов древних и современных людей зафиксировало многочисленные случаи скрещивания, включая поток генов от неандертальцев и денисовцев, а также от ранних современных людей к неандертальцам. Тем не менее, относительно редкие находки и трудности с получением древней ДНК затрудняют анализ вклада древних популяций в генетическое разнообразие людей. Но тут на помощь приходят новые методы, которые позволяют определять древние примеси, и с каждым годом эти методы становятся всё точнее. В этом ролике попробую объединить некоторые самые новые данные из работ этого года. Речь пойдет как об анатомически современных людях из относительно недавнего прошлого из Западной Африки, так и о неандертальцах, денисовцах и их предках со странным названием неандерсовцы, которые в свою очередь смешивались с более древней популяцией вероятно эректусов, заселившей Евразию 1 900 000 лет назад. Начну с менее далекого прошлого. Сразу отмечу, что многие люди часто делают одну и ту же ошибку, неверно представляя себе климат в прошлом, и Африка не исключение. В качестве примера можно привести новые данные, полученные благодаря анализу фауны возрастом от 10 200 до 4 650 лет, из пещеры Токар-Кори в пустыне Сахара на территории Ливии, где были обнаружены останки рыб, таких как цихлиды и суммообразные, а также животных, которых употребляли в пищу обитатели пещеры. Поэтому представляя регионы Африки стоит делать поправку на разницу в климате в разные периоды, ведь некоторые регионы когда-то были влажными и богатыми как водой, так и жизнью, о чём свидетельствуют находки многочисленных поселений людей и разнообразия фауны. Древние западноафриканские охотники и собиратели в контексте истории африканского населения В работе, опубликованной в феврале этого года, авторы приводят данные Денка всего генома четырёх детей возрастом от 8 до 3000 лет из пещеры Шумлака в Камеруне. Одного из самых ранних известных археологических памятников в пределах вероятной родины языковой группы Банту – Бенуая конголезской семьи. Хотя всего было проанализировано 18 человек, ДНК только трёх мальчиков от 4 до 15 лет и одной девочке 4 лет оказалось пригодной для дальнейших анализов. В любом случае, это первые диномы с этой территории. У более древних ребят была гоплогруппа митохондриальная ДНК L0, A2, A1, довольно распространённая в Африке, и гоплогруппы Y хромосомы B и A00. Гоплогруппа B распространена у современных охотников и собирателей Центральной Африки, а A00 является древнейшей линией, которая появилась от 200 до 300 тысяч лет назад. Результаты анализов показали, что современные охотники и собиратели не являются потомками популяции, чьи представители захоронены в пещере Шумлака, как и большинство современных носителей языков Банту. Представители Шумлака генетически ближе к носителям Гроссфилдской группы бантуидных языков, и они проживали в регионе как минимум 5 тысяч лет, после чего были заменены разнородными группами людей, чьи потомки и населяют эти территории в настоящее время. Были определены три основных центра разветвления популяции с четырьмя отдельными линиями, которые проще воспринимать на графике. Стоит отметить, что узловые точки не означают одновременное расхождение и последовательность, а лишь схематически обозначают относительно небольшой интервал времени. Ключевыми моментами являются 1. Раннее разделение людей на популяции, связанные с центральноафриканскими охотниками-собирателями около 300-200 тысяч лет назад, черный цвет. На южноафриканских охотников-собирателей около 250-200 тысяч лет назад, красный цвет. На другие популяции современных людей, оранжевый цвет и на неизвестную популяцию, по которой нет данных. Голубой цвет на графике. Линия, связанная с центральноафриканскими охотниками-собирателями, в свою очередь делится на восточную и западную, а последняя и ведет к представителям шумлака. 2. В этом узле происходит разделение на базальную западноафриканскую линию зеленый цвет, на популяцию людей, которые впоследствии вышли за пределы Африки, желтой. 3. На восточноафриканских скотоводов-земледельцев – сиреневый. 4. И на популяцию, связанную с обитателем Эфиопской пещеры Мота, возрастом 4500 лет. Выделение популяции, связанной со всеми неафриканцами, произошло между 80 и 70 тысячами лет назад, что согласуется с филогеографией митохондриальной ДНК, в частности с выделением гаплогруппы L3, которая, вероятно, возникла в Восточной Африке около 70 тысяч лет назад, а также согласуется с выделением гаплогруппы Y хромосомы сети в тот же период. Эти мутации присутствуют во всех современных мужских линиях человека, за исключением A и BM60, и третий узел связан с расширением родословной, связанной с носителями языков Банту. В целом результаты подтверждают недавние аргументы генетиков и археологов по поводу того, что происхождение человека в Африке могло включать глубоко расходящиеся географически разделённые популяции. Но также стоит отметить наличие в районе расхождения с неандертальцами ещё одной неизвестной предковой линии людей. Выявление и интерпретация явной неандертальской родословной у африканцев. Об этом исследовании упомяну вкратце, потому как в нём используется терминология, которая будет многим непонятна. А суть его заключается в описании новой методики, которая позволяет обнаружить древние примеси в геномах современных людей. Самым интересным было обнаружение 0,3% неандертальцев неандертальского генома у африканцев, хотя ранее считалось, что примесь неандертальцев есть только у неафриканских популяций, около 2%. Примечательно, что некоторые из обнаруженных гаплотипов связаны с реакцией на ультрафиолет, но ведь африканцы не могли встречаться с неандертальцами. Также 94% неандертальской примесью африканцев присутствует и у людей за пределами Африки. Результаты дополнительных исследований показали, что имела место обратная миграция в Африку людей уже с неандертальской примесью. Но также в меньшей степени была примесь от сапиенсов к неандертальцам до того, как современные люди вышли из Африки. Также новый метод показал, что следов неандертальцев у азиатских популяций больше всего на 8%, чем у европейских, хотя ранее считалось, что эта разница составляет 20%. В целом метод довольно интересный, но он работает только в случае с поиском генетического вклада известных древних популяций, чей геном уже секвенирован. Но в следующей работе, опубликованной менее чем через две недели после вышеописанной, для определения уже использовался метод, при помощи которого можно идентифицировать сегменты ДНК древнего происхождения без наличия секвенированного образца генома их носителей. Восстановление сигнала в неизвестной древней примеси в африканских популяциях В этой работе исследователи представили дополнительные линии доказательств архаичной примеси в четырех популяциях Западной Африки. Эти популяции представлены народом Ишан из Южной Нигерии, населением Гамбии, народностью Менде в Сьерра-Леоне и группой родственных народов Юруба из Нигерии. Анализ показал, что эти популяции получили от 2 до 19% своего генетического происхождения от древней популяции, которая происходит от общей линии до разделения неандертальцев и современных людей, а также этот вклад был обнаружен и у европейских популяций, что подтверждает время примеси до выхода анатомически современных людей из Африки. Используя метод, который может идентифицировать сегменты древнего происхождения без необходимости ссылаться на секвенированные древние геномы, авторы построили карты геномного происхождения перечисленных ранее популяций. Их анализ и выявил сегменты неизвестного древнего происхождения с высокой частотой. Результаты показывают существенный вклад древнего происхождения в формирование генофонда современных западноафриканских популяций. Но на графике примесь от древней популяции была перед выходом людей из Африки. Одна из интерпретаций недавнего времени примеси, которую документируют исследователи, заключается в том, что архаичные формы сохранялись в Африке до сравнительно недавнего времени. С другой стороны, древняя популяция могла ранее внести генетический вклад в современную человеческую популяцию, которая затем скрещивалась с предками популяций, проанализированных в этом исследовании. Хотя эти модели не являются взаимоисключающими, и вполне вероятно, что история африканцев включает генетические вклады от множества отличающихся популяций, о чем свидетельствует большой эффективный размер популяции, которая генетически связана с архаичной. В то время как анатомически современные люди появляются в ископаемой летописи около 200 тысяч лет назад, относительно молодые окаменелости с сочетанием архаических и современных анатомических особенностей были найдены в Африке к югу от Сахары и на Ближнем Востоке. Примерами таких окаменелостей являются череп из Ива и Леру возрастом 13 тысяч лет и человеческие останки из Ишанга в современной Демократической Республике Конго, датированные около 20 тысяч лет, которые не вписываются в рамки изменчивости современного человека. А это может указывать на то, что еще относительно недавно по Африке бродили люди, отличающиеся от современных, и вносили свой вклад в геномное разнообразие африканцев, демонстрируя сложную историю взаимодействия современных и архаичных людей в Африке. Неафриканские популяции также демонстрируют аналогичные смеси, предполагая, что компонент архаического происхождения присутствовал еще до разделения африканского и неафриканского населения. Детальное понимание архаичной генетической примеси и ее роль в адаптации к разнообразным условиям окружающей среды потребуют анализа современных и древних геномов по всему географическому диапазону Африки. Предки неандертальцев и денисовцев скрещивались с дальними родственниками людей. Авторы этой работы копнули еще глубже, чем предыдущие, на сотни тысяч лет назад, когда представители рода людей с более крупным мозгом появляются в окаменелостях Европы вместе со шельдскими каменными орудиями. Существует разногласия по поводу того, как следует интерпретировать этих первых европейцев. Некоторые видят в них общих предков современных людей и неандертальцев, другие в качестве эволюционного тупика, которых позже заменили выходцы из Африки, а третьи в качестве первых представителей линии неандертальцев. Новые оценки наиболее соответствуют последним из этих взглядов. Они подразумевают, что 600 тысяч лет назад неандертальцы были уже отдельной линией, отдельной не только от современных людей, но и от денисовцев. Эти результаты разрешают нестыковки с окаменелостями гильдербергского человека и Сима де Лусуэсос, которые вначале были датированы как минимум в 350 тысяч лет. Генетические данные показали, что они были представителями более ранней популяции предков до неандертальцев, и следовательно после разделения неандертальцев и денисовцев. Однако генетические данные указывали на то, что этот раскол произошел около 381 тысячи лет назад. Это было трудно согласовать с предполагаемым возрастом окаменелости и Сима де Лусуэсос. Но позже нестыковка увеличилась. Ведь усовершенствованные методы датирования показали возраст окаменелостей около 600 тысяч лет и намного старше молекулярной даты разделения денисовцев и неандертальцев. Это несоответствие частично объясняется различными калибровками скорости мутаций. Исследователи кафедры антропологии Университета Юте также отмечают, что новые результаты по численности неандертальцев отличаются от тех, которые они опубликовали в 2017 году и которые были подвергнуты критике их коллег. Кстати, это хороший пример признания учеными своих ошибок. По новым оценкам авторов исследования, этот конфликт разрешается переносом даты разделения далеко за пределы возраста окаменелостей из Сима де Лусуэсос, используя геномы с более высоким покрытием неандертальца из пещеры Виндия в современной Хорватии, а также алтайских денисовцев и неандертальца. При этом неандертальцы, которые поделились своей ДНК с современными европейцами, генетически были больше похожи на неандертальца из пещеры Виндия, чем на неандертальца из Денисовой пещеры. Здесь стоит отметить, что на Алтае жили разные неандертальцы. Относительно недалеко от Денисовой пещеры расположена Чагырская пещера, где жили неандертальцы из второй волны заселения, которые отличались от своих более древних соседей, как по каменной индустрии, так и генетически. И генетически они были ближе к неандертальцам из пещеры Виндия. Опуская описание методик и расчетов, перейдем к результатам. Новая реконструкция включает в себя три волны миграции рода людей из Африки в Евразию. Первая миграция ранних хомо или супердревней популяции около 1 900 000 лет назад, что совпадает с датировкой дмонисийского гоминида. Вторая миграция около 700 000 лет назад предковой линии неандертальцев и денисовцев, до их разделения. Именно эту популяцию исследователи для простоты назвали совместив два слова неандертальцы и денисовцы, для нас это что-то наподобие неандерсовцев. И третья миграция современных людей около 50 000 лет назад. При этом результаты показывают, что неандерсовцы скрещивались с представителями супердревней популяции в начале среднего плейстоцена, вскоре после их прихода в Евразию. Скорее всего это были евразийские эректусы. Это самая ранняя известная смесь между популяциями из рода людей. Кроме того, эти две популяции были более отдаленно связаны друг с другом, чем другие популяции из известных на данный момент, которые скрещивались между собой. Они были разделены по происхождению на 1 200 000 лет. Позже, когда представители супердревней популяции людей обменивались генами с денисовцами, эти две популяции были еще более разделены во времени. Для сравнения, неандертальцы и денисовцы, которые скрещивались с современными людьми, были отделены друг от друга менее чем на 700 000 лет. Вполне вероятно, что супердревние люди произошли от первоначальной популяции людей в Евразии, чья расчетная численность составляла от 20 до 50 000 человек. Такой размер указывает на то, что эта популяция включала по меньшей мере две глубоко разделенные подгруппы, одна из которых смешана с неандерсовцами, а другая с денисовцами. Исследователи предполагают, что около 700 000 лет назад неандерсовцы вышли из Африки в Евразию, испытали эффект бутылочного горлышка или сокращения генофонда, скрещивались с древними популяциями людей Евразии, которые уже там жили более миллиона лет, а потом в значительной степени заменили их, в свою очередь разделившись на восточные и западные субпопуляции – денисовцев и неандертальцев. Похожие события произошли 50 000 лет назад, когда анатомически современные люди вышли из Африки и сменили неандертальцев и денисовцев. Эта работа также примечательна тем, что демонстрирует, сколько нужно времени, чтобы изолированные друг от друга популяции людей все еще могли скрещиваться. Получается, что как минимум 1 200 000 лет в тех же условиях. В завершении хочу акцентировать внимание на том, что все упомянутые работы были опубликованы с небольшим перерывом в этом году, поэтому представьте, как много информации появляется в различных направлениях науки каждый месяц. А я как обычно на этом не прощаюсь, хорошего вам настроения и до новых выпусков. А также хочу поблагодарить двух патронов, которые поддерживают канал на Патреоне. Спасибо вам, ребята, за поддержку.